В Украине сегодня делегация Североатлантического альянса во главе с генсеком организации. Йенс Стултенберг встретился и с президентом, и с премьером, и с нардепами. Пообещал всяческую поддержку НАТО, но и Киев, по его словам, должен постараться. Реформы проводить, а с коррупцией бороться жестче. Правда, большинство встреч натовцев проходили в закрытом режиме. Некоторые детали переговоров удалось узнать Александру Васильченко. Главный вход в администрацию президента, генсека НАТО Йенс Стултенберга, встречает глава государства. Сама же встреча проходит за закрытыми дверями. Но перед этим короткое заседание Совета нацбезопасности и обороны. А затем круглый стол комиссии Украина-НАТО. Стултенберг еще раз заверил, альянс и в дальнейшем будет поддерживать Киев. Высказался также о российской политике в отношении Крыма и Донбасса. Конфликт и в дальнейшем уносит жизни людей. Уже погибли более 10 тысяч, в том числе 3 тысячи мирных жителей. Очевидно, что режим прекращения огня не выполняется. И мы обеспокоены нарастанием угрозы для наблюдателей ОБСЕ. НАТО твердо стоит на позиции поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины. Мы не признаем и никогда не признаем незаконную и нелегитимную аннексию Крыма России. В свою очередь, Петр Порошенко подчеркнул, в последнее время Россия делает все возможное, чтобы миссия ОБСЕ прекратила свою работу на линии разграничения и временно оккупированных территориях. Мы осуждаем попытки России, направленные на создание таких условий для наблюдательной миссии ОБСЕ, чтобы она покинула территорию Украины. Мы это не принимаем. И достоверная информация о ОБСЕ – главная предпосылка выполнения договоренностей. Действия России нанесли экономике Украины огромный ущерб. Страна потеряла более 16% ВВП, сообщил премьер во время встречи с генсеком Альянса. И сейчас перед нашим урядом стоят очень серьезные задачи, каким образом преодолевать наше экономическое взросление, каким образом самое главное вопрос – увеличить уровень жизни людей. И сегодня мы этим вопросом занимаемся. Столтенберг заверил премьер-министра, НАТО продолжит поддерживать Украину в экономическом развитии, но и Киеву нужно постараться, прежде всего победить коррупцию. Украина должна избавиться от раковой опухоли коррупции. Это преграда для реформ, настоящих изменений и обеспеченного будущего украинских граждан. Обсуждали во время визита генсека и одну из наиболее спорных тем – возможное членство Украины в НАТО. Мы считаем необходимым, и сегодня на этом четко наголошили, чтобы мы начали дискуссию про запроведение мембершип-экшн-плэна. И наши пропозиции, чтобы начать дискуссии, были с удовольствием приняты. Но пока Альянс готов помогать во многом. В частности, расследовать кибератаки на Украину 27 июня. В последние дни мы предоставили Украине современное оборудование для киберзащиты. Помогаем ключевым правительственным институтам лучше расследовать инциденты по кибербезопасности. Йенс Тултенберг отметил, предоставленное оборудование поможет украинским спецслужбам в кратчайшие сроки найти исполнителей и организаторов кибератаки. Александр Васильченко, Владимир Самченко. Подробности телеканал Интер.